Всем привет, у микрофона Антик, мы продолжаем играть в различные стратегии и тактические игры. Сегодня поиграем в новинку под названием Earth Exodessolation, это тактическая пошаговая RPG. Для простоты восприятия я предлагаю назвать эту игру просто Уртук, опустошение. Уртук это имя нашего главного персонажа, и в этой игре мы будем заниматься чем? Мы будем путешествовать по миру, собирать свою собственную армию и апгрейдить своих бойцов с помощью частей тел убитых врагов. То есть будем извлекать части тела врагов из трупов и вживлять в своих бойцов, чтобы приобрести новые способности. Эти части тела называются мутаторами, и мы будем как бы приобретать различные мутации. Вот таким вот образом. Итак, у нас изначально будет три бойца в отряде, вообще можно отряд будет увеличивать до количества шести человек. Но к нам будут присоединяться все новые и новые войны, и мы можем их по-моему безгранично набирать. То есть в армии будет у нас безграничное количество народу, ну а в отряде боевом, то есть то, что будет на поле боя, только шесть человек. Как-то так. Итак, изначально тут классов полно. На самом деле у нас начальный отряд из приста Стража и Берзерка состоит. Вообще еще есть у нас Копейщики, Ассасины. Стража, опять же, Рыцарь Крови, такой как будто вампир, да, очень похож. Боевой монах, все они, конечно же, мутанты, вообще в этом мире все мутанты. Это у нас пехотинец с алибардой какой-то, охотник с арбалетом, берзерк с топором и пикинер. Вот, в общем-то, такое разнообразие классов. Итак, у каждого персонажа есть свои способности. Обычные способности отображены белым. Про способности я, наверное, буду рассказывать уже по ходу битвы, по ходу игры, чтобы было не так скучно. Но вообще еще есть черты, то есть это пассивные способности. Например, тут у нас быстро обучаемый боец, то есть ему для повышения уровня нужно на 25% меньше опыта. Дальше есть черты, которые улучшают какие-то другие способности. Например, способность Свап, которая меняет местами двух союзных бойцов. Легкая походка это называется. То есть он может после замены местами еще походить, наш боец. Также есть способности Фокуса, про них сейчас расскажу. И у нас, опять же, черта Физ, это у нас пир означает. То есть у нас Жрец будет регенерировать ХП, поедая павшие трупы. То есть 33% ХП вот максимально будет восстанавливать за два хода. Итак, тут-то если почитать, понятно, что Жрец у нас лечит и саппортит, то есть бафает. Это у нас Страж, который защищает и дизейблит врагов, то есть выводит их из строя. Дизейблер. И Берзетка у нас боец ближнего боя, очень гибкий, очень быстрый и дикий. С гигантским топором. Так, по поводу способности Фокуса, в общем-то, я коротко скажу, что... Вообще должно отображаться 2 полоски. Это полоска ХП и полоска Фокуса в бою. И полоска Фокуса, когда заполняется, мы можем применять какие-то особые способности. Но полоски Фокуса не будет. Когда мы начнем игру, вы это увидите. С чем это связано, я пока не разобрался. Но Фокус должен пополняться, если мы наносим урон, либо получаем урон. Так что будем разбираться. Итак, вообще можно, конечно, любую партию взять с собой. Но я возьму дефолтную. Меня, в принципе, дефолтная устраивает. Опять же, можно подобрать какое-то сочетание классов, чтобы они... Ну, в общем, чтобы была синергия, если вы понимаете, о чем я. Но мне дефолтная партия устраивает. Поскольку мы с игрой пока не знакомы, сейчас будем знакомиться. Дефолтная партия в самый раз. Итак, далее мы можем взять с собой 2 предмета. Можем взять с собой мутатор. Вот этот я возьму на критические контрудары. Опять же, для некоторых мутаторов, видите, нужны какие-то условия. То есть тут нужно оружие ближнего боя. И еще возьму серебряный щит. Для нашего стража. Чтобы он подольше у нас продержался. Так, сложность ставим на среднюю пока что. И погнали. В темной тюрьме, называемой Санаторией. Глубоко под землей, далеко от солнечного света. Маниакальный алхимик совершал свои эксперименты над невольниками. Здесь, в ужасной камере, начинается история Уртука. Множество лет подряд Уртук был привязан, прикован к столу алхимика. Но в этот день судьба изменилась. Так, очень громкие стуки, тяжелая тюремная дверь содрогалась. Элдрик. Друг Уртука из Верхнего Мира. Я принес оружие. Вот оно, бери его, кричит Элдрик. Поторопитесь, их слишком много, чтобы убить их всех. Слишком поздно. Стража Санатории уже призвана. Стража Санатория уже тут. Итак, начинается битва. Уртук говорит, спасибо тебе за спасение, Элдрик, но ты как-то неважно выглядишь. Короче, хреново ты выглядишь. Не беспокойся за меня, давай просто выбираться отсюда. Мы должны двигаться на восток. Вот сюда. Когда мы достигнем этого места, мы будем спасены. Но сначала мы должны убить этих двух стражей. Итак, наш союзный юнит сам двигается. У нас вообще будет очень часто на карте на боевом поле такие вот союзные юниты, которые сами по себе действуют. Мы должны будем их защищать. Ну, в принципе, не должны, конечно, но желательно. Итак, видите, он столкнул этого врага на шипы. То есть, можно тут пользоваться, опять же, тактическим преимуществом превосходства высоты. То есть, вот у нас высота отображается 4, 5, 6, 0 и так далее. Также можно нажать Ctrl и можем посмотреть на характеристики своих персонажей. Во-первых, таймлайн. Видите, характеристика таймлайн, она означает, когда мы будем ходить. То есть, у нас таймлайн 100, значит, мы ходим первое. Дальше тут у нас таймлайн. Получается 89, тут у нас 96, то есть берзерк будет ходить раньше. Далее, значит, есть характеристика ХП, урон, выносливость. Это у нас стамена. Выносливость мы тратим на применение скиллов. То есть, можно все скиллы потратить за один ход, и потом у нас будет просто персонаж задыхаться. И не сможет ничего применять. Все это будет восстанавливаться со временем. То есть, каждый ход, опять же, выносливость будет восстанавливаться. Дальше Хилингрейд у нас параметр лечения. И Шеттер это у нас раскол брони. Ладно, все остальное по ходу расскажу. Итак, я сейчас хочу походить вот сюда, вот, нашим жрецом. Наш жрец идет, значит, и применяет способность лайфстил. То есть, он бафает своего союзника, чтобы тот высасывал жизнь из врагов, когда бьет. Далее Берзерк у нас тоже подходит. У него, видите, две стрелы уже в спине. Забавный очень дизайн персонажей. Вообще, по механике, больше похожа эта игра на Даркест Данжен, несмотря на то, что тут поле из гексов. Так, у нас Страж, он будет сейчас защищать нашего союзника. То есть, мы его прикрываем щитом, и все удары будем принимать на себя нашим мечником. Вот так вот. Опачки. Нет урона. Все. Наш союзник полечился. Дальше мы просто, скорее всего, подождем. Так, Берзерк пошел сюда. И херачит топором. Вот и все. Замечательно. Так, ты пока постой. Нет, давай-ка будем продолжать прикрывать пока что. Сейчас будем ближе подходить. Ну и все. Дальше у нас сверху видите арбалетчик, который жаждет просто убить всех и вся. Так, Берзерк идет сюда. Можно нам просто сбежать, можно этого арбалетчика убить. Я, конечно, его убью. Попытаюсь. Чего бы нет. Вот, конечно, он тут не очень удобно занял место. Ну, это ничего. Вот как раз мы можем, видите, поменяться местами, и потом можно еще что-нибудь применить, какую-нибудь способность. Но, в принципе, можно наложить аегис. Это у нас баф, который поглощает весь урон, но за счет своего хп. Все это, опять же, стоимость и белок указано. То есть стоит 25% максимального хп и 40% максимального хп. Все, стой. Идем сюда. Ну, в принципе, можно еще и щит, но пока сейчас не требуется. Ноль. Так, Берзерк сваливает у нас. Пока сюда. Жрец, в принципе, тоже может пока свалить, скорее всего, да? Либо сначала аегис опять же и потом свалить. Потрепитесь. Я задержу их. Мы еще встретимся снова однажды, мой друг. Ну, на самом деле нет. Так, все, ждем тут. Тут поменяемся местами. Вот, сейчас у нас вопрос. Сможем ли мы, успеем ли мы убить этого арбалечка? Пока он не убьет нас. Я просто очень хочу его убить. Уж меня простите. За эту дотошность. Сегодня, вы видите, уже нет никакого бафа на защиту. Так что сейчас его могут убить, если пробьют броню. Так, стойте. Так, подходим уже ближе. Тут, видите, как сложно подойти-то. Ближе, все ближе. Так, видите, они уже слишком далеко. Я не могу применить способность аегис или какую-то еще. Так, подходим еще ближе прям. Вплотную почти что. Стоим, стоим. Это у нас уже, считай, труп. Эх, не повезло ему. Жаль, не уберегли. Ну, можно было, в принципе... Нет, нельзя, он был далеко. Нет, Элдрик мертв. Мы должны игнорировать этого смертельного арбалетчика и сбежать отсюда побыстрее. Настолько быстро, насколько это возможно. Ну, я не буду сбегать. Сейчас мы просто возьмем и столкнем его. Bash and move. То есть ударить щитом и продвинуться. А, он слишком высоко, видите. То есть три разности. То есть я не могу сейчас это применить. Обидно. Тогда вот так можно сделать. Просто его, видите, столкнули. Он у нас замедлен. Замедленные враги, они уязвимы для критических ударов. Это хорошо, видите, таймлайн минус 40. Все, мы всех убили. Победа. Вот такой простецкий бой. Далее, значит, начинается наше путешествие. Тут сказано, что мы будем путешествовать по этому миру. И наш главный герой Уртук поражен смертельной мутацией. В результате экспериментов этого гребаного алхимика. Сейчас, значит, мы должны будем искать лекарства. Нам нужно будет посетить все деревни, которые есть вообще на этой карте. Чтобы это лекарство найти. В этой зоне, в пустоши, мы будем встречать различных скайвенжеров, то есть сборщиков мусора, различных тварей. В общем, вы увидите. Также помните, что лекарство нужно, чтобы восстановить травму. То есть, чтобы вылечить травму. Что такое травма? Если нашего бойца в бою убьют, то он сначала не умирает, он сначала просто получает травму. И в следующий бой он уже вступает с травмой. Если его с травмой в следующем бою убивают, то это уже навсегда. Вот так это работает, в общем-то. Механика знакомая по многим играм, по той же Бандерсаге. Еще можете, в пример, какую-нибудь игру привести. Итак, может быть куплено в черном, на черном рынке это самое лекарство. И все, мы начинаем игру. Вот наш отряд. Так, камера уже не скролится. Значит, у нас есть сейчас время дня. Дальше у нас триллиум. Распространенная валюта в этом мире. Лекарства. У меня две штуки, поскольку я выбрал сложность среднюю. Если у нас была бы максимальная, то, скорее всего, лекарства не было. Потому что на легкой сложности у нас вообще четыре лекарства. Дальше у нас эссенция жизни. С помощью этого ресурса мы можем извлекать мутаторы из павших врагов. Как раз. Дальше у нас кровь. Кровь, плоть и алкоголь. Это специальные такие ресурсы. Они тоже будут применяться. И коротко про экран управления отрядом. Тут у нас отображается опыт, необходимый для получения нового уровня. После левелапа мы сможем прокачивать наши основные параметры. Это сила, это живучесть, ловкость и концентрация. Дальше эти основные параметры влияют уже на авторичные параметры, как это обычно бывает, но о них чуть позже. Далее, значит, у каждого класса у нас различная экипировка. У стража больше всего. Это меч. Шлем и щит. У берзерка топор. У жреца посох. Я думаю, это понятно. Дальше хп. На хп влияет живучесть. На урон влияет показатель силы и показатель урона оружия. Дальше стамина. Это у нас выносливость. Про нее я уже рассказывал. Она тратится на применение способностей. И если стамина закончится, то у нас персонаж начнет задыхаться и не сможет применять способности. И не сможет отвечать на удары. Дальше протекшн. Это у нас параметр брони. То есть вот у нас у стражи только есть броня. Пока что дальше шаттер. Это параметр раскола брони. И фокус. Получение фокуса. С получением новых уровней. Получение фокуса, опять же, заполнение шкалы фокуса будет затруднено. Тут написано, что обычно нужно 5 раз ударить, чтобы полностью заполнить шкалу фокуса. Но как мы это увидим, пока непонятно. Потому что, опять же, шкала не отображается. И на фокус влияет концентрация. Вот таким вот образом. Ловкость влияет на выносливость и на таймлайн. То есть на параметр таймлайн, на скорость хода. Чем больше ловкость, тем чаще у нас будет персонаж ходить. Далее, значит, как вы видите, некоторые у нас фокус обилки дублируют обычные обилки. Но не у всех персонажей. Например, у Берзерка у нас фокус обилка не дублируется. У Берзерка фокус обилка на разрезание брони. То есть он уменьшает параметр protection у своей цели. Но для этого придется фокус накопить в бою. Это будет, если очень длинный бой, то получится. Далее, значит, Берзерк дуэлянт. Это черта, то есть пассивка. Он бьет дважды. И защищающийся отвечает на первую атаку. Вот так вот. Работает Берзерк. Далее, значит, у нас мутаторы. Мутаторы помещаются вот в эти слоты. Тут 4 слота для мутаторов, 3 для обычных мутаторов и 1 слот для супермутаторов. У нас есть мутатор на критические контрудары. Я дам его именно нашему стражу. Почему? Потому что, видите, добавилась черта. И тут написано, что контратака работает только если сработал блок. То есть у нашего стража имеется щит, так что он сможет заблокировать атаку и ответить уже критом. Дальше супермутатор. Этот супермутатор заменяет фокус-обилку. То есть, видите, у нас фокус-обилка сейчас защищает союзника. Ставим и, видите, заменяется. Это у нас ласт сент, то есть последний бой. Ни шагу назад. При получении смертельного урона наш персонаж не умирает. Он отвечает врагу, причем с 200% лайфстилом. Как-то так. Ну и, в принципе, наверное, все. В принципе, наверное, все. Пока что. Мы можем также создать лекарство, которое будет лечить травмы, но нужна плоть и кровь. Также, если разобрать вот эти вот мутаторы, мы получим, как вы видите, 120 эссенций жизни. Это супермутатор. Обычно мутатор разбирается на 60 эссенций жизни, которые, опять же, в свою очередь, нужны, чтобы извлечь из трупов врагов новые мутаторы. И если оружие и броню разбирать, то мы будем получать триллиум. Триллиум, то есть вот эту вот валюту. В принципе, все рассказал. Вроде бы как. Дальше идем мы... Куда? Дальше идем мы, например, вот... Баррикады. Тут у нас солдиры с ретритинг. Группа солдат, которая послала, чтобы уничтожить сборщиков мусора к северо-востоку отсюда. Теперь они потерпели неудачу и отступают. А здесь у нас какая-то баррикада. Два брата охотятся за сокровищами. Они сражаются, опять же, со сборщиками мусора. Можно им помочь. Давайте пойдем вот сюда, вот, к двум братьям. Попробуем там поискать приключения. Да, давайте поможем. Видите, сложность пока что легкая. Помочь. Все, новое поле боя. Вот у нас два брата, которым мы помогаем. Можно их, опять же, бафать. Как в первом бою. Это наши враги. Пока что три человека. Всего лишь охотник. Чувак какой-то с терпом. Так, посмотрим. Ладно, давайте пока расстаемся. В принципе, мы можем подождать, пока они сами подойдут. С одной стороны. С другой стороны, можно сами подойти. Давайте тогда мы сами подойдем, чтобы не ждать слишком долго. Так, от этого чувака вперед. Этого берзерка пока сюда. Это у нас, видите, только один проход. Поэтому так получается. Так, путешественники. Можете нам помочь с этими тварями. Он или Харм Энними. Короче, они уже расставили ловушки, которые применяются против врагов. А мы можем по ним гулять. Свободно. Так обычно бывает. Ну и все. В принципе, пока что я, наверное, применю просто лайфстил нашему стражу. Все. И ждем. Тоже, в принципе, можно пока сюда. Страш идет сюда. И ждет. Враги подходят потихонечку. Вообще, конечно, близко слишком подходить не стоит. Потому что тут, видите, арбалетчик получит бонус к стрельбе за счет высоты. Поэтому, скорее всего, все-таки я буду отходить назад потихонечку. Так, пока ждем. Пока ждем. А вот эти ребята что-то не хотят двигаться. Ладно. Попал в ловушку чувачок. Это уже может стрелять, а эти так и не двигаются. То ли они ранены, то ли что. Так, враг. Около нас. Пожалуйста, помоги. Так, да слушайте, мы не можем ходить, оказывается. Рыцарь смерти. Рыцарь крови. Давайте-ка мы тогда Аегис наложим на этого чувака. Так, ладно. Пусть подвигаются поближе. Берсерк пойдет вот сюда вот. И будет лупить. Один удар. Рыцарь отвечает. И второй удар. Нормально. Так, дальше можно сюда подойти. И, в принципе, как вариант защитить нашего Берсерка. Что-то не сработало. Видимо, надо с фланга вставать, да? Скорее всего. Так, ты что можешь там? Чардж. Давай чардж. Вот такой вот бывает чардж. Забавный. Так, идем сюда. Пока ничего применять не буду. У меня уже хп не особо хорошее. Далее бросок копья получается, да? Ну что, давай попробуем. У нас прежде будет штраф за то, что мы ниже врага. Ну и так сойдет. На первое время. Так, сработал Аегис. Баф от нашего жреца. Далее Берсерк идет сюда вот. И лупит. И, жаль, он выше подняться не смог. Так, сейчас мы подойдем тогда с фланга. Нет, мы лучше с фланга подойдем. Ммм, тогда давайте пока вот сюда вот подойдем. У нас пая лечился. За счет убитого врага у нас жрец будет лечиться. Как вы помните, дальше надо начать подойти вот сюда вот и... Скорее всего дадим лайфстил. Нашему Берсерку, чтобы он не помер. Нормально. Так, идем сюда. И чардж. Минус один. Так, копье пошло. Так. И далее, значит, мы просто идем вот сюда вот. Ничего больше делать не буду. Лайфстил работает. Видите, потихонечку восстанавливает ХП. За счет двойного удара он очень хорошо прям ХП будет восстанавливать. Ну и все, заканчиваем бой. Просто бьем. Это победа. Так, спасибо тебе. Короче говоря, мы в награду получили одного из этих ребят. Это у нас копейеносец, да? Копейщик. И получается стальной меч. 61 урона. Хорошо. У нас, видите, Берсерк получил левелап. Мы получили также посох боевой, триллиума чуть-чуть и эссенции жизни. Также можем из врагов мы извлечь вот эти вот органы. То есть мутации, мутаторы. Так, увеличивает ловкость. Рейнджер Саппорт. Это хорошая штука на самом деле. Рейнджер Саппорт. Если наш копейеносец, копейщик, метатель копья не обладает такой обилкой, то мы можем взять. Это, короче, нечто вроде ответного огня для наших союзников. То есть если нашего союзника будут бить, то мы можем ответный огонь произвести. Очень хорошая штука. Давайте я ее возьму. На всякий пожарный. Все. Так, управление группой. Тут у нас будут ловкость и сила. Главные параметры. Ну и живучесть, в принципе, тоже надо прокачивать. Можно опять же сделать респект за 6 эссенций жизни, да? Reset all attribute points. Да, цена эссенций жизни 6 на этом уровне. Чем больше уровней, тем дороже. Меня интересует этот копейщик. Просто копье. Так, подождем. 55. 61 берем. Это мы разбираем. Получаем опять же триллиум. Стальной посох. 44 урона. Берем. Еще и пробивание брони. Тоже разбираем. Далее. Ранжер саппор. Сейчас посмотрим, что у тебя есть интересного. Таргет получает бонус спид, бонус скорости с каждой нормальной атакой. Интересно. Это у нас фокус-обилка. Он может повыше встать и пониже встать. Понятно. Берем тогда вот сюда вот. Надеюсь, что сработает. All ranged weapons. Ладно, все. Идем дальше. Идем дальше. Дальше у нас дорога только вот сюда вот. Либо сюда. Примерно солдаты. Две разные фракции. В конфликте. Пошли солдатам поможем. Посмотрим, что за солдаты. Скорее всего, там будет футман. Так, так, так. Очень плохо выглядят солдаты. Защищаются их. Защищают их позиции против скайминжеров, опять же. Давайте. Выглядит так, что они не продержатся долго. Помочь. Хорошо. У нас футман, да. Я был прав. Да, тут у нас подходы вообще скверные. То есть. Тут у нас колючки. Тут можно пройти, да, в принципе. Давайте. Потихонечку пойдем. Берзерка, в принципе, можно послать куда-нибудь в другое место. В обход, как вариант. Если он вообще дойдет. Слишком долго идти. Ладно, пока сюда. Там посмотрим. Так, они хотят нас убить. Помогите, пожалуйста. Они повредили мне ногу. Но я могу попытаться подойти к вашей позиции. Короче, блокируйте отряд, пока мы не сможем отступить. Говорит он. Вот такие вот дела. Все сложно. Колючки нам пока не интересны. Пошли вот сюда. Райс-тирайн, да? Как это работает вообще? One hex. А, вот так вот можно делать, да? Интересно. Слушайте, прикольно. Сделать насыпь какую-то. Давайте вот так попробуем. Пока стой. Так, аегис вот сюда вот. Ну все, стой. Так, берзерк пока вот сюда вот идет. Ладно, подождем. Посмотрим, что будет. Так, арбалетчик пошел, да? Живеца могут убить. Не зря он подошел так близко. Слушайте, этот солдат очень смелый. Куда ты пошел? Ненормальный. Так, опьянался. Мы пока подождем. Далее. Живец у нас будет сбегать, скорее всего. Поэтому мы его пока двигать не будем. Берзерк тоже подождет. Да, тут, конечно, очень мало ходит. К сожалению. Промах. Это был промах. Так, мне интересно, я отсюда смогу попасть? Нет, смогу. Все, это слишком далеко. Так. И отсюда я уже смогу, да, получается? 87. Давайте этого сначала добьем. Так, жерон у нас, скорее всего, отходит. Берзерк пошел вперед. Берзерк пошел вперед. Ну, давайте тогда подойдем сюда вот. И просто ударим. Скорее всего, отталкивать нам совершенно не надо. Можем этого добить, в принципе, да? Давайте добьем. Просто добьем. Так, жрец у нас пока что не ходит. Сейчас он будет уже лечиться. Потихонечку Берзерк у нас пойдет вот сюда, вот. И давай еще раз. Вообще, можно, конечно, анимацию ускорить чуток. Так, раньше Саппорт у нас ответный огонь. У нас сейчас копейщик будет работать, да? Хорошо. Так, ну давайте добьем. Хорошо. Замечательно. Кстати, удары с флангов и сзади тоже, как бы, они с бонусом, поэтому лучше не вставать спиной к врагу. Так, это у нас другой слегка боец. Скорее всего, я защищу вот этого Берзерка, чтобы он не помер. Так, лечение пошло. Лечение пошло, и можно, в принципе, дать лайфстил вот этому бойцам, чтобы он не помер. Может быть, он осмелее это пойдет в бой, как вариант. Так, дальше вот этого надо бить, получается, да? Так, забрал удар. Берзерк ответил. Ну, нет, не будет ответного удара. К сожалению. Хорошо, дальше, значит, мне нужно что сделать. В принципе, сейчас можно уже ничего не делать особо. Так, как мне вот пройти так, чтобы не попасть в ловушку-то, а? Ну и пока сюда вот. В принципе, можно лайфстил дать. Берзерка у Чуба нет. Так, что у нас тут уходит-то? Берзерк как раз. Ох, бронированная цель. Так, и дружественный огонь. Замечательно. Я хотел столкнуть на колючке вот этого чувака, но он, видите, умер. Скоропостижно скончался. К сожалению. Так, у нас замедлен чувак. Топ, подожди. Словит Курен Турн. Да. Ну, ладно. Не беда, справимся. Так, поддержка. Не зря я эту мутацию взял все-таки. И далее, значит, мы можем подойти вот сюда вот. Правда, по колючкам, но это не страшно. Так, и вот ударить лидом. Лид это у нас все союзники будут тоже убить эту цель. Помогать нам. Но, видите, не успели они помочь там. Хорошо. Ничего, все у нас. Разблокированная ачивка. Это у нас у Берзерка, что ли? Нет, это у нас у Копейщика. У Копьеметателя. Массовый убийца. Когда вы убиваете врага, получаете 35 к скорости. Прогресс 1 из 10. То есть, вот такие вот обилки тоже можно приобретать в бою. В процессе боя. Но у нас уже конец. К сожалению. Так, один из выживших говорит, вы, Софити, вы нас спасли. Великий лидер. Все выжили. Так, один из братьев присоединяется к нам. Это у нас еще один защитник, да, получается? И остальной щит. Замечательно. Правда, у меня два защитника сейчас будет. Куда их девать? Никто не знает. Увлечивает ловкость. Я бы, наверное, не стал сейчас тратить эссенции жизни. Подкоплю их на более крутые вот эти вот мутаторы в будущем. Видите, враг у нас будет оглушен. Если бы у меня было 120 эссенций жизни, это супер, видимо, супер мутатор. Хорошо, замечательно. Дальше, значит, мы повышаем нашего жреца. Его главное это ловкость и концентрация. В принципе, можно, опять же, живучесть тоже повысить. Так, топоры. Топоры, топоры, ну-ка, а можно мне вот этому топор дать? Для эксперимента. Нет, нельзя. 77, а тут у нас 70. Берем. Так, 440, нету 280. Тут у нас 170. Получается, сюда идет щит. Щит, этот щит мы разбираем. Получаем триллиум. И топор у нас никуда не идет. Так, 70, это обычный топор. Получается, мы его лучше разберем. Все замечательно. Больше никто у нас повышения не получил. Идем дальше. Охотник на монстров. Так, известный охотник на монстров. Виалда Джавель Линьер. Видимо, копейщик, да? Так. В какое-то подземелье попал. И окружен монстрами. В целую неделю он там страдает. Уже при смерти. Надо спасать. Так. Подождите. У нас все в бою-то ведь, да? Все опять. Хорошо. Короче, мы не нашли пока что лекарства. Нужно путешествовать дальше. Так, и что, как мне сейчас? Задание-то пойти. Квик сейф. Сёрч сайт, да. Давайте спасем. Появляемся мы в иглу. Тут у нас же, видите, монстры поинтереснее. Помощнее. Вот у нас тот, кого нужно спасти. Придется к нему бежать прям. Иначе он помрет. Хорошо. Так. Так. Страж. И железо сюда. Хотя он ходит первым, в принципе. Погнали. Эй, кто здесь? Я нуждаюсь в вашей помощи, чтобы выбраться отсюда. Мои ноги, опять же, травмированы, и я не могу двигаться. Пожалуйста, придите и спасите меня. Остерегайтесь этих монстров. Они выглядят спящими, но если подойти слишком близко, они атакуют. Понятно. То есть они не будут атаковать, пока мы не подойдём. Это хорошо. Это хорошо, я всё равно бы убил всех, потому что мне нужен опыт. Какой там. Угу. Этот монстр умеет притягивать. К себе. Вроде бы. Да, видите, grab and die. Захват и... Захват и смерть. Так, ладно, давай пока вот... Подожди. Тоже подожди. Сначала этого убьём. Идём сюда. Всё. Так. И защита. Скорее всего, он проснётся, хотя не факт. Далее. Копий метатель. Пойдёт вот сюда вот. Пока постоит. Хотя, опять же... Вот так вот сделаем. Так. Ну и, в общем-то, лайфстил нашему берсерку. В общем, получается, слишком далеко. Так. Короче, не проснулся монстр пока что. Это радует. Замедленно у нас. Слишком далеко он бежит. Ну и всё, пока стой. Чё делать-то? Ммм, он слишком далеко отошёл от этого. Поэтому защиту теряет. Ну ладно, фиксим. У нас всё равно есть. Лайфстилл, так что без защиты мы проживём. Так, хорош. Дальше бежим спасать нашего братьюню. Тут не пригодилось, короче. Это высота там. Да бляха, как ты идёшь-то? Ишь на свободный путь. Какого хрена? Всё, стой. Сейчас, конечно, страдать придётся с ними. Ну, можно так вот ходить, да? То есть поочерёдно. Так, приближаемся к нашему объекту. Ну, тут уже не пригодится, в принципе, эта штука. Просто стоим, восстанавливаем выносливость, чтобы было больше её. И всё. Берсерк у нас, скорее всего, уровень получит. Сейчас займёмся верхними, получается. Всё, стой тут. Тут уже стой. Всё. Спасибо, что подошли. Так, ладно, заобзор. Сходи с полгода. Лучше, давайте сюда убираться как-то так. Так, и все сразу же просыпаются, да? Здесь у нас скрытый выход. Нет, не просыпаются. Просто нужно туда пойти. Ну, и идём вместе, в принципе. Так, защитник у нас пока стоит. Берсерк вот сюда идёт. Всё, надо бы этого копия метателя. Высота тут хорошая. Это замечательно. Лайфстилл на Берсерка. Что такое-то? Всё, стой пока. Обидно, а тут не пройти ведь. Чёрт. Это я и не посмотрел. Ну, просто стой. Сюда мы ещё не скоро пойдём. Так, защитник. Давай пока вот сюда вот. И копия метателя вот куда-то сюда. А, ну да. Тут у нас зона контроля. Видите, как... Лупим врага. Всё, хорош. Ну, и пока я ничего не буду делать. Нет, лайфстилл всё-таки нужен. Ну, в принципе, конечно, можно защитить, по идее. Так, кто у нас там дальше ходит? Давайте защитим. Мало ли что. Вот друг ударит. Нет, слушайте, опять у нас не сработало, потому что, видите, мы стоим прямо напротив. То есть надо, опять же, сбоку вставать. Я всё об этом забываю, об этой детали. Ну, она очень важная. Как вы видите, тактическая игра. В общем-то, просторы для тактических манёвров тут достаточно вполне себе. Ну, пока стой, ладно. Отойти-то получится. Мы, скорее всего, опять огребём. Нет, не огребли. Повезло. Так, давай, убивай. Хорош. Так. Получим мы, опять же, черту массового убийца. Но нужно очень много народу убить, чтобы так. Держите их подальше от меня. Давай попробуем. Так, они будут подходить или нет, всё-таки? Блин, там уже ребята-то проснулись. Ну, что-то не до конца, видимо. Нет, всё-таки идут. Всё-таки идут. Бля, как они обходят-то? Пипец, они просто не идут, видите, в лоб не нападают. Они будут вечно обходить, придётся их, короче, игре догонять. Да, видимо, придётся догонять. Ну, вот такая вот, понимаешь, тактика. Не всё так просто. Так, ну-ка. Всё, стой тут. Мы вот так подойдём. В наглую просто. Ты тоже у нас подходи в наглую, иначе мы так никогда до них не дойдём. Просто. Хорошо. Далее, значит, берсерка мы по колюшкам поведём, что ли? Пока сюда встань. Так, всё, пошла атака. Хорошая у нас защита. Не попадает, да? Слишком далеко от чёрта берём. Так, тоже не попадает. По сёду должен попасть. Так, мы сильнее, чем эта тварь. Получаем бонус к атаке. Далее, значит, я предлагаю повесить тогда... Лайфстилл вот сюда вот. Всё, стой. Так, столкнуть пока некуда. Можно чуть-чуть отойти, конечно, но... Смысл какой? Просто лучше аутить. Так, хорош. Минус тварь. Так, критический удар. Замечательно. Подходить я, наверное, пока не буду. Чтобы меня тут... Не убили. Так, давай тогда лайфстилл теперь вот этому. Ммм, надо вот сюда идти. Не достаю пока что. Нормально. И контрудар. Замечательно. Дальше, значит, у нас смена мест. Но всё равно не достаю, да? Пока так. Подождём. Тут, в принципе, можно подойти, конечно. Всё будет с этого толк. Но слишком будет разная... Разница высот большая, да? Тут у нас 4, тут у нас 6. Так что не поможет. Всё, время атаковать. Сам он всё равно не подойдёт. Так что, придётся подойти нам. Он, наверное, очень больно бьёт. Эта огромная тварь там. Так, в принципе, можно подойти и вдарить. По идее-то. Но это будет опасно. Давайте пока подождём. Ну, ещё хилится. И убегает. Чё там по способностям там? Провокация. Подготовка. Так, на критические удары добавляет баф к ответу. Саддл страйк. В общем, много очень способностей. Ладно. Это всё не важно. Так, идём сюда. Сейчас мы тут заблокируем. Берсерку надо, короче, это... Лайфстил опять. Вешать. Иначе помрёт. Да, слушайте. Удар мощный. Надо спасать. Берсерка нашего. Давай, бей. Чё уж там. Так, эта тварь ходит. В принципе, не успеет она походить. Скорее всего, не успеет. Да. Так-то стой. Идём сюда и лидом атакуем. Всё. Замечательно, справились. Никто у нас травму не получил. И к нам присоединяется ещё один копейщик. Копьеносец. Ну что ж, вот такая вот игра. В принципе, я думаю, понятно для первого эпизода, что она из себя представляет. Тут мы берём что-нибудь типа... Это у нас концентрация. Рядом стоящий юнит. Союзник или враг. Если умирает, то... Происходит исцеление на 25% от максимального хп. Прикольно, слушайте. На два хода. Это как у нашего жреца, только всем. Любому солдату можно дать, но видите, не хватает нам. Эссенции жизни там. Так, 40% после убийства. Мгновенно причём. Мгновенно просто. Тогда на берзерку дать. Такую штуку. Скорее всего. Да, давайте возьмём. Для нашего берзерка. Ну чё ж, на этом я эпизод, пожалуйста, закончу. Всем спасибо за то, что посмотрели. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Если вы ждёте продолжения по этой игре на канале. С вами был Антик. Всем удачи. Всем пока.